Ключевая ошибка современной науки Известно, что квантовая механика – это фундамент современной науки. Известно также высказывание фон Неймана о том, что все в мире может быть описано языком квантовой механики. И в этом контексте Академик Ран Александров высказал таким образом. По существу мы не знаем, что за логика лежит за законами квантовой механики, но при этом мы знаем эти законы. Можно пытаться найти гносиологическую базу квантовой механики, но ясно, что это ничего не изменит в ее аппарате, который работает уже сто лет без единого сбоя. В этом смысле действительно можно считать, что квантовая механика – это фундамент науки. И та ошибка, которая допущена в ее интерпретации, откладывает свой отпечаток на всей науке, безусловно. Для того, чтобы дальше переходить к разговору по теме нашего сегодняшнего беседы, хотелось бы определиться с основными понятиями. С самыми основными. Я имею в виду физическое и математическое пространство, время и материальный объект. Я предлагаю определить физическое пространство как трехмерное пространство, которое с обязательностью содержит материальный объект. То есть понятно, что наглядно представить трехмерность можно длина, ширина, высота. Вот этот объем. И представить себе наглядно четвертое пространственное измерение, наверное, никто не в состоянии. Это справедливо. И в этом смысле пространство физическое действительно трехмерное. И вне материальных объектов не имеет собственного существования. Это тоже известно. Что касается математических пространств, то это некое множество, которое может иметь самостоятельное существование вне материальных объектов. Например, множество действительных чисел. И при этом оно может быть многомерным вплоть до бесконечно мерного. Ну, допустим, бесконечно мерное гибертово пространство. Таким образом, мы, понимаете, дифференцировали физическое пространство от математического пространства, Нужно определить время. Давайте определим время как длительность, которая не имеет обратимости. То есть основным, самым фундаментальным свойством времени является необратимость его физического времени. И определим материальный объект как такой объект, который дан нам в ощущениях, потенциально ли актуальный. То есть актуально я могу пощупать этот стол, я могу увидеть свет, я могу услышать звук, почувствовать запах. А потенциально, ну скажем, вакуум, или там эфир некоторые его называют, его пощупать, потрогать, ощутить нельзя. Но с помощью приборов мы, скажем, можем зафиксировать сдвиг энергетический уровень, скажем, при лэндовском сдвиге. Когда вакуум влияет на физические приборы, вызывает, так сказать, его динамику. То есть опосредованно. Не актуально, а потенциально влияет на нас. Влиять на нас может вот этот вакуум. Таким образом, определив основные понятия, можно двигаться дальше. Вот теперь к сути того, о чем пойдет речь. Речь пойдет об опоре Экзинона, о которых уже, так сказать, неоднократно шла речь вот в этой аудитории, в вашем замечательном философском штурме. И смысл этих опорий, я очень коротко повторю, сводится к тому, что невозможно преодолеть бесконечную последовательность отрезков пути, если пространство потенциально делится до бесконечности. Если пространство непрерывно, то непрерывность подразумевает вот такую бесконечную потенциальную делимость пространства на все более мелкие и мелкие объемы. И вот остановить эту мысленную операцию мы не можем, поскольку, так сказать, пространство потенциально бесконечно делимое. И в любом объеме, сколько угодно мало, мы все равно обнаружим какие-то события происходящие физически. И в этом смысле парадоксальное движение на это обратил за 4 века до нашей эры древнегреческий мыслитель Зенон. Вот на этот факт невозможно представить себе движение, даже начало движения, если приходится каждый раз преодолевать бесконечную последовательность. И Аристотель, живший через век после Зенона, формально разрешил это противоречие. Он утверждал, что на самом деле делимое не только пространство до бесконечности, но и время. И поэтому тело или материальная частица за какой-то бесконечно малый промежуток времени проходит бесконечно малый отрезок пути. И вот эти бесконечности в числителе и в знаменателе сокращаются. И мы получаем вполне конечные параметры движения в частиц или тело. Ну то есть формально это противоречие Зеноновской разрешено, умы пытливые и успокоены на длительное время. И ньютоновая механика, которая появляется уже значительно позже, она исходит вот именно из такого представления движения. Вот из такого представления движения. Я сейчас нарисую. Ну вот, вот время, вот путь. И мы можем нарисовать вот так, вот так, вот так. Это движение описать. И в любой момент времени мы можем найти положение частицы в пространстве, определить ее мгновенную скорость. И так далее. То есть все это возможно в ньютоновой механике. Все замечательно, все прекрасно. Никаких противоречий. Вот это классическое движение. Но время идет, появляется квантовая механика. И вот тут с припоявлением квантовой механики появляется проблема квантовой нелокальности микрообъектов пространства. Проблема серьезная, проблема трудная для того, чтобы решить ее прямо с ходом. И поэтому, что это за проблема? Ну вот, известный квантовый туннельный эффект. Когда, ну вот, макроскопический аналог этого квантового туннельного эффекта, вы в банку стеклянную усыпаете горох. И какая-то часть гороши находится помимо стеклянной банки, снаружи ее. Это вот макроскопический аналог такого микроскопического квантового туннельного эффекта. Когда какая-то часть электронов преодолевает барьеры, оказывается, по другую сторону, мгновенно. Из множества электронов. Какая-то часть из множества электронов. Ну, известен опыт Юнга, когда, так сказать, его интерпретируют таким образом, что фотончик проходит через два окошка. Каким образом? Непонятно. Через две щели в этом опыте. Ну, а самое, конечно, интересное в этой связи, что это 2П-состояние электрона в атоме. Вот оно очень красноречиво показывает, что за проблема в каком-то у меня локализе. Вот есть электрончик, он один. И он имеет вот такой вот, ну, скажем, такой объем, в котором он может находиться. Само вот здесь вот, скажем, ядро атома. А здесь другое положение того же электрона в этом же атоме. То есть, что получается? Получается очень интересная вещь. Что он с вероятностью 1,2 находится либо здесь, либо здесь. Так называемая гантелеобразная орбита. Вероятность ровно 50% его нахождения здесь и здесь. Но нигде в промежуточной зоной области он не обнаруживается. Вот эту плоскость он не пересекает. И тем не менее, вот, либо здесь, либо тут он находится. И вот в данном случае действительно объяснить перемещение электрона, наличие у него какой-то скорости, когда он перемещается вот из одного облака в другое, невозможно, потому что он не пересекает просто эту плоскость. То есть, никакой даже бесконечной скорости он не имеет. Исходя из того, что я нарисовал. Проблема есть, нужно ее решать. И в истории науки известны разные подходы для того, чтобы объяснить вот эту ситуацию. Один из подходов – это квантологический, так называемый, подход. Квантовая логика. Когда допускают, что закон, исключенного третьего, в отношении микромира не работает, и, соответственно, частица может занимать два и более положения в пространстве одновременно. Ну, для этого нужно просто модернизировать логику, исключить из нее закон, исключенного третьего, и тогда мы получим квантовый логик, который это допускает. Второе решение, которое было предложено, это допустить, что время обратим. Ну, если время течет в обратном направлении, то мы можем действительно обнаружить частицу одновременно в двух точках пространства. Формально, произведя какие-то математические операции, которые позволяют представить такое развитие событий. Предлагалось также в состоянии, когда мы не наблюдаем частицу. Ведь когда мы ее наблюдаем, она находится либо здесь, либо здесь. А когда мы ее не наблюдаем, то есть состояние суперпозиции, она не существует. То есть она потенциально существует, а актуарно она не существует. Вот такое решение предлагалось. так называемый квантовый нереализм то есть частица отказывается в праве существовать в состоянии суперпозиций, актуально существовать и возможно разные другие решения которые тоже были предложены ну скажем Бор предлагает рассматривать по сути предлагает рассматривать перемещение квантового объекта и все что с ним происходит в пространстве вероятности а Эверет в многомерном пространстве то есть вот частица в нашем вот когда мы ее обнаружили где-то здесь допустим в этой точке она существует в нашем измерении, в нашем мире она существует именно в этой точке но все остальные вероятные ее положения она тоже занимает в других мирах, в других измерениях вот это Эверетовская интерпретация квантовой механики то есть вот таким образом пытались объяснить эту ситуацию пространство вероятности Бора это значит частица в состоянии суперпозиции подразумевается, что частица в состоянии суперпозиции имеет только вероятность координаты, но не саму координату вот это предложение Бора были еще интересные предложения скажем, отрицать вообще протяженность физического пространства и тогда тоже если мы отрицаем протяженность физического пространства то мы тоже логически можем объяснить вот эту ситуацию, когда частица одновременно находится в двух властях пространства тем не менее вот посреди всех этих замечательных предложений было предложение Гильберта на которые не обратили внимания но которое было было очень интересно Гильберт рассуждает таким образом что значит вот он пишет вода какой-то объем воды допустим стакан воды мы начинаем делить воду на все более меньше и меньше объема и в конце концов доходим до какого-то минимального объема скажем, до молекулы воды H2O и начинаем делить эту молекулу и получаем два атома водорода и один атом кислорода воды уже нет мы получаем нечто отличное от воды и таким же образом он рассуждает примитивное движение что если мы начинаем движение рассматривать все более мелких и мелких объемов то в конце концов приходим к тому что движение превращается в нечто совсем не похожее на себя и поэтому почему бы не допустить говорит Гильберт что квантовая частица двигается не последовательно и поточечно в пространстве как это делает классическая частица а непоследовательно и не поточечно ну что это значит вот я нарисую графическую схему такого движения так ну вот время вот совсем вполне видно пульс не видно да? да может другую форму связать а так зеленый зеленый да вот этот вот время вот путь ну и вот частица делает скачок значит скачок у нас получается в пространстве и вот она какое-то время пребывает в какой-то точке потом опять делает скачок в пространстве потом какое-то время пребывает в этой точке потом опять скачок в пространстве и какое-то время пребывает в этой точке скачок в пространстве и какое-то время пребывает в этой точке ну вот такая графическая схема может отражать вот эту вот идею Гильберта о вот таком движении частиц непоследовательном и непотодательном как в классике хорошо но интересно что рассматривая вот такое движение о котором идет речь мы все-таки задаемся вопросом вот частица допустим действительно исчезает в одной точке пространства возникает в другой а проходит ли между этим событием какое-то хоть какое-то ли время и вот при таком детальном анализе ситуации мы понимаем что время проходить не может между этими событиями между ее исчезновением в одной точке пространства и появлением в другом потому что если бы проходило какое-то время вот она двигается вот направление движения стрелок и указано вот она телепортирует из одной точки в другую потом из этой точки в другую вот такой принцип и отбежает квантовая частица между этими событиями дельта Т равно нулю почему нулю потому что если бы она эта дельта Т не была равна нулю то нарушался бы закон сохранения энергии не может частица куда-то вообще исчезать никуда а потом возникать в никуда из никуда значит дельта Т здесь равно нулю значит перемещение ее вот это элементарное перемещение из одной точки в пространстве в другую оно проходит не осуществляется реализуется вне времени вот предложение Гильберта и так сказать мое как бы развитие этой идеи философское развитие этой идеи ну хорошо вот есть допустим такое темпоральное движение действительно имеет место в квантовом микромире в квантовом мире я отмечу что квантовый мир микромир он более фундаментальный чем макромир поскольку он более самодостаточен и может существовать без макромира макромир без микромира уж никак не может существовать есть такой принцип перемещения реализуется в квантовом мире то он универсальный принцип по большому счету но тем не менее ведь мы же имеем перемещение во времени в макромире безусловно безусловно экономическое тело двигается во времени это известно это справедливо вот это тело не важно какое но оно-то состоит тоже из микрообъектов из маленьких-маленьких частиц которые каждая из которых передвигается вне времени совершенно мгновенно а все тело перемещается во времени вот когда все они эти частицы переместятся вот сюда то тело переместится вот сюда вот сюда она переместится. Когда все вот эти частицы, конечно, поочередно, но совершенно мгновенно переместятся вот сюда. И все тело переместится. Таким образом, мы можем рассматривать движение классического тела или классического тела в механическое движение классическое. Как предельный случай движения квантового, вот такого, отемпорального. Как частный случай вот этого отемпорального движения. Вот здесь, естественно, В В меньшится. Меньше скорости света, естественно, это какая-то конечная скорость. Именно так рассматривает движение Ильевич, московский исследователь Ильевич Александр. Он говорит о метаболическом движении вот примерно так рассуждает. Но давайте посмотрим. Вот нарисуем солнышко. Солнышко. А вот земля. Вот земля. И фотончик вылетел из солнышка и полетел к земле. Сколько он там? 8 минут, по-моему, двигается. Вот он выскочил отсюда, вот он появился здесь. Потом он появился здесь. Потом он появился здесь. Потом он появился здесь. Потом он был здесь. И, наконец, достиг земли через 8 минут. Вот здесь везде он находился краткие мгновения в состоянии покоя. Краткие мгновения в состоянии покоя он находился. А здесь он телепортировал вне времени. То есть его вот эта скорость, скорость света вакууме, она складывается из вот этих состояний покоя, в которых течет время, и состояния его перемещения, в которое время не течет. То есть я тоже говорю о том, что вот это движение в пространстве фотонечка относительно Земли, которая имеет скорость, вполне конкретную скорость, скорость света, оно, можно его рассматривать как частный предельный случай вот этого отемпорального перемещения квантового объекта в микромире. Следующее, что бы мне хотелось, чего бы мне хотелось коснуться, сейчас мы говорили о телепортации объектов физических, в частности микрообъектов в пространстве. Но мы можем поговорить о том, что телепортируют не только, можем утверждать, что телепортируют не только квантовые объекты, но и информация о состоянии системы. Ну, скажем, тех же микрообъектов. И впервые это так очень экспериментально, основательно доказал Алан Аспек в начале 80-х годов, точнее это 82-83 год, он сделал такой эксперимент. Представляете, каких колоссальных, так сказать, тонкостей этот эксперимент требовал от экспериментатора. Ювелирная совершенно работа. Вот атом. Он испускает одновременно два фотона. Один летит в одну сторону, в другой прямо в противоположную сторону. Если на пути одного фотончика прибор, который изменяет направление его поляризации, второй тоже мгновенно, совершенно мгновенно изменяет направление поляризации. Второй фотончик, который летит в противоположную сторону. Таким образом, получается ситуация, когда квантовые объекты мгновенно информируют друг друга связанные, коррелирующие друг друга. Не все, конечно. Те, которые связаны с другим, функционально. Они передают реформацию друг другу мгновенно, совершенно на своем состоянии. Так можно рассматривать вот эту ситуацию. Это одна. Один аспект телепортации информации о состоянии. Так назовем его. Второй аспект. Вам известны эксперименты Козырева, Николай Александрович. Когда он наблюдал звездочку, получал от нее из ее наблюдаемого положения естественный сигнал, а потом направлял телескоп на расчетное положение. То есть, звезда за время, пока свет летел от нее до нас, изменила свое положение, и Козырев направлял вот на то расчетное положение, в котором эта звезда находится в настоящее время. Телескоп. Тоже получал сигнал. То есть, в реальном времени он получал информацию о том, где находится астрономический объект. Получается, как бы астрономические объекты тоже друг друга информируют о своем положении в пространстве совершенно мгновенно. Конечно, они не друг друга информируют, а нас с вами. И последнее, что хотелось бы сказать по поводу телепортации информации о состоянии, это способность объектов физических обмениваться информацией о состоянии своего взаимодействия. Здесь речь идет о силе взаимодействия зарядов в согласии с законом Кулона, которая не зависит от времени, а зависит только от расстояния. То есть, там есть такая формула, Клюшин ее приводит. Ярослав Григорьевич Клюшин, который, собственно, и предложил вот эту идею рассматривать как отемпоральную идею. Так вот, есть сила, да? Ну, это я так, для совсем непосвященных, да? Есть два заряда. Один и второй заряд. Вот один и второй. Значит, есть расстояние между ними. R2, R2, R2. Расстояние между ними. Вот это расстояние. И есть тут еще такая электрическая постоянная. Значит, вот такая формула. Это заряд. И это заряд. Вот эти заряды могут находиться на астрономических расстояниях друг от друга. Их может разделять миллиарды световых лет. Но если один заряд меняет свое положение относительно другого, то взаимодействие мгновенно ослабляется. Если они разбегаются в сторону, если они приближаются, то усиливается взаимодействие. В соответствии с законом Кубона. То же самое в соответствии с законом всемирного тяготения не зависит от времени, а только от расстояния сила гравитационного взаимодействия между удаленными объектами. Ну допустим между двумя галактиками в сверхскоплении галактик. Которые находятся по краям этого сверхскопления. То есть на колоссальных астрономических расстояниях. Они совершенно мгновенно реагируют на ослабляется это взаимодействие или на состояние друг друга. На состояние того взаимодействия, в котором они участвуют. Таким образом мы имеем не только по всей видимости отемпоральную отемпоральность в плане перемещения квантовых объектов, но и отемпоральность в плане перемещения информации о состоянии объектов, вообще физических. И вот есть такая замечательная концепция Фалько, последняя в плане теоретизирования, что я скажу, которая вот все это объясняет с точки зрения онтологии, с точки зрения науки и бытии. Что говорит уважаемый Владимир Иванович Фалько? он делит на четыре части лист бумаги и говорит о том, что есть пространственно-временная реальность. То есть не два фундаментальных типа реальности в природе существуют, как мы полагаем, идеальная и материальная, а четыре. Вот есть пространственно-временная, это взаимодействие физическое, которое реализуется в пространстве времени. Это известно. И есть духовная реальность, которая реализуется вне пространства и вне времени, о которой, в общем, говорят нам все религии. Необходимость существования вот этой реальности вызвана чисто методологическими соображениями. Есть такой принцип развлечения, который утверждает, что существует только то, что имеет различие в бытии. Так что, если существует реальность, которая непосредственно реализуется в пространстве и времени, это должно существовать реальность, которая реализуется вне пространства и вне времени. Это, ну, Бог и его миры, о которой говорят религии известно. Души наши, так сказать, и так далее. Все вот они по всей видимости вот здесь. Но существует и реальность, и переходные типы реальности. Реальность, которая реализуется во времени, назовем ее, он ее называет психической реальностью. Она реализуется во времени. Ну, известно, что мышление, сознание человека, вот эта психическая реальность, она имеет четко выраженные, четкие границы во времени. Ну, начало жизни человека, его смерть, сон, бодрствование, то есть четкие временные пределы. Но Бехтерева всю жизнь занималась проблемой мозга, проблемой сознания, и в конце своей жизни пришла к выводу, что ну, нет, не может быть, чтобы мозг продуцировал сознание, какая-то структура мозга продуцировала сознание. То есть, действительно, психическую жизнь человека локализовать в пространстве невозможно. Я не говорю о том, что мы со своим мозгом, со своим мышлением перемещаемся в этом пространстве. Локализовать невозможно. Но во времени четко локализовано. И есть реальность, которая, в определенном смысле, противоположна вот этой психологической реальности. Это реальность темпоральная, о которой сейчас идет речь, которая реализуется в пространстве, но не во времени. И существует она, должна она существовать именно потому, что существует вот эта психическая реальность. И потому-то ее еще и сложно представить, что она существует, потому что мы-то все вот с этой связаны, а представлять нужно нечто противоположные. Сложная реальность представить. И какой же основной вывод из всего, что я сказал, хотелось бы сделать? Возможно только два взаимоисключающих решения проблемы квантовой нелокальности микрообъектов в пространстве. Первое – это темпоральное решение, которое приводит к парадоксам. Мы уже говорили об этих парадоксах. Нарушение фундаментальных свойств физического пространства, его размерности, протяженности. Нарушение фундаментальных свойств времени, то есть необратимость времени исключается. Время становится обратимым в тех построениях. В предлагаемых построениях нарушается классическая логика законами исключенного третьего. Новая, предлагается логика, квантовая. Отрицается фундаментальное, такие фундаментальные свойства бытия, как реализм. Квантовая частица не существует в состоянии суперпозиции. То есть нарушается фундаментальный закон бытия. Я уж не говорю о нарушении закона сохранения. Вот эту идею такой телепортации частицы предлагал еще Яков Энгель, но он предлагал телепортацию во времени. То есть частица во времени вот так перемещается. Но если она действительно перемещается во времени, то есть на какое-то время она куда-то исчезает, то вот это как раз и есть нарушение закона сохранения энергии. Значит, темпоральное решение приводит вот к таким парадоксам, которые, так сказать, недопустимо в науке совершенно. И это является ошибкой, когда принимают такие решения. А как раз и темпоральное решение проблемы квантовой нелокальности микрообъектов в пространстве противоречит только существующей темпоральной парадигме и больше ничего. Только существующей темпоральной парадигме в науке и больше ничего. Тем не менее, тем не менее упорно держится за темпоральную парадигму. Немецкий математик Кронекер в конце 19 века выдвинул так называемый закон сохранения заблуждений. Нелегко опровергнуть любое неверное заключение, коль скоро к нему пришли, и оно получило достаточно широкое распространение. Причем, чем менее оно понятно, тем более упорно его придерживается. Он назвал это еще даже, так сказать, более закон сохранения невежества. В силу всего вышесказанного я бы хотел суммировать все, о чем говорилось в одной короткой фразе из девяти слов. Я предлагаю эпистемиологический принцип от темпоральности. Эпистемиологический это значит философско-научный принцип, познавательный принцип. Эпистемиология о темпоральности я предлагаю в следующей формулировке. Противоречиво всякое объяснение квантовой нелокальности в пределах темпоральной парадигмы перемещения. Немножко напоминает формулировку неравенств Белла текстуальную. Противоречиво всякое объяснение квантовой нелокальности в пределах темпоральной парадигмы перемещения спасибо за внимание я приглашаю всех слушателей на мой сайт я его адрес напишу бесконечности.инфо там более полные материалы о моих работах есть вот теперь я готов ответить на вопросы поучаствую в дискуссии спасибо за внимание а по докладу я могу сказать несколько вещей вашу я кстати не понимаю как вот этот эксперимент козырева именно из-за этой правильности хронистического принципа объясняется это не видно никак просто я хочу сказать вашу копилку несколько данных в первую очередь это фундаментальные данные вот такая некая философская установка которая особенно появилась под ахенштейна она состоит что все что мы делаем должно быть экспериментально проверяемое и мы берем наш обычный обыкновенный свет но с нашей точки зрения с обычной то есть не с вашей с точки зрения всех физиков это фотон который непрерывно пролетает по простам но обратим внимание когда мы его фиксируем а только тогда когда этот фотон замагируется каким-то атомом антенны или что-либо еще когда мы смотрим в зеркало отражаются ли там от него какие-то фотоны нет ситуация происходит так что они попадают в атом там и потом перезвучаются к нам обратно кроме того про фотоны опять тоже известно что получается что они когда двигаются по веществу они действительно перемещаются как бы получается скачками первый скачок к одному атому потом ко второму потом к третьему по четвертому этому или на каждом вот этого они промежутки они подоходят некоторое время существует такой знаменитый опыт физон это начало 19 века по 1830 год когда когда происходил происходило смещение луча потонов от того что протекала вода вот идет вода я не просто каждое состояние были за это время это молекула воды успевала куда-то уехать в результате общий вектор у нас оказался отклонен такой эксперимент посмотрите здесь философской точки зрения что получается для нас факт пребывания фотона неком состоянии между атомами является принципиально не наблюдаемым никогда принципиально не может быть наблюдаем потому что сказать что теофотон находится между атомами это значит взять атом и вход туда поместить на него таким образом как-то подействует то есть получается вот это самый принцип то есть и периодически который используется том числе и штын когда работал со своими зеркалами все что мы нужно на сеснике условия эксперимента наблюдение которое мы должны проверять он оказывается принципиально не проверяем то есть основание физики обычные непосредственные получается оказывается некие представления о фотоне которые проходят по какому-то расстоянию пространство между атомами которую мы никогда в принципе принципиально не можем наблюдать некая такая особенность говорят что вот вокруг земли летает электрический чайник и громые свистит а почему его не видим а он очень маленький а почему мы его не слышим а там воздуха нет если он принципиально такой маленький принципиально такой и воздуха там нет то мы его никогда не услышал что он наблюдать не может здесь точно также тоже и и финин фотон у тебя летит между атомами можем ли мы его наблюдать не можем мы его наблюдать почему потому что наблюдать это значит поместить туда атом этот атом попадет в фотон он разбудится и что не будет это как раз камеш в вашу сторону то есть вот факт вот этого то есть получается что если мы хотим действительно описывать фотон как некую частицу получается что идет прыжками от атом к атом от атома к атом потому что посередине состояния все равно что поместить туда атом вот чем дело философски другое дело что это полностью такая позиция современной физике противопоставить потому что мы думаем что фотон от нас что у нас нет никакого не межзвездного газа что фотон там летит в пространстве подходит находит какой-то атом нашу антенну возбуждает и мы его видим а другая точка соединения состоит что там есть некий газ и он скачками по нему чмок 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 может быть даже у этого этого чмока не вот этого скачка есть вот некий радио взаимодействия может через какое-то большое расстояние он перепрыгнуть не может кто его знает это как раз конечно к вашу и конечно не вокруг нас вот это все это вам дополнение потому что принцип о том что фотон идет сквозь пустое пространство и скачками нет атом а к этому он оказывается странным образом некое это ненаблюдаемым принципиально этот чайник бесконечно маленький чайник хотя летающий вокруг земли вот что я думаю что это касается только фотонов или электронных и других которые имеют массу я не знаю фотон да не имеет нас направлен я говорю те или частицы которые имеют массу я не могу сказать это вообще сложное дело в данном случае рассматривался гантельная модель но это только же она была немножко не так написано как на самом деле у нас реально гантелька не два облака посередине атома а гантелька но он же не пересекает плоскость но зато он туда бесконечно близко подходит к нему и ведь мы же тоже говорили о неравенствах было они как раз их говорят потому вот из своих это что вы сказали объяснение вот он реализм некий что частицы не существует до той поры пока мы не начали наблюдать он наверное мне кажется наиболее справедливо если мы находимся конечно традиционные вещи вообще говоря я вас должен поблагодарить сегодняшний доклад во первых у меня такое ощущение что за прошедший год очень сильно выросли то есть ни одного физического ляпа вам не сделано сегодня не было показалось я свои возражения высказывал после доклада на нашем собственном семинаре и мне тоже казалось что опыты козырева сюда не очень относятся но были и другого рода высказывания в частности признание скажем существование вихревого поля здесь неопределенность есть но их признание вихревого поля в неопределенность пока что просто его парадигмально не признано если его признать то скажем тогда эффект потенциальной ямы он преодолевается неопределенность гайзенберга таким же образом преодолевается и так далее то есть некоторые вещи становятся объяснимыми что касается самого вихревого поля то теория для него давным давно готова но ее не признавали и экспериментов в настоящее время набралось такое количество что их игнорировать уже нельзя а никаким другим способом эти эксперименты не объясняются таким образом есть возможность объяснения некоторых вещей которые подвигают к отемпоральности есть другая возможность их объяснения где где действительно находится эсина наверное покажет время я убежден что с общим принятым парадигмально принятым вихревым полем многие вещи будут устранены ну может быть у меня есть некоторое замечание по поводу прошлогодней нашей встречи вот излагал концепцию антемпорально-синхронистический принцип я тогда и мне было высказано замечание по поводу вот этой же концепции этой идеи что отемпоральность вот такое представление о перемещении частицы как телепортации противоречит принципу тождественности частицы и я много думал на эту тему потому что любое возражение которое действительно интересно оно требует пересмысления и естественно работы какой-то и я пришел к выводу что вот на самом деле как можно это утверждение так сказать оправили то есть его так сказать контрдоводы какие привести ну во-первых существует принцип развлечения да философский принцип который утверждает что нет совершенно тождественных в природе явлений все явления чем-то отличаются друг от друга ну там нет одинаковых песчинок на всех пляжах земли все в чем-то различны это философский такой такое измерение вот того контрдовода который хотел привести ну вот тут я прочел у Тарасова в основах квантовой механики такая есть любопытная книжка курс создательства он пишет тождественность микрообъектов не исключает возможности их различения на основе различения состояний в которых эти микрообъекты находятся два электрона входящие в состав двух разных атомов тождественные но при этом различные принадлежность к тому или иному атому позволяет выделить в кавычках тот или иной электрон однако ничего физически не изменится если электроны поменять местами например при соединении атомов в молекулу ну это вот второе возражение такое чисто методологическое и третье возражение в отношении так сказать того что в отношении тождественных частиц этого принципа я утверждаю что этот принцип рабочий он работает но он не применим в абсолютном смысле слова как частицам потому что они все различны в абсолютном смысле слова в плане того что можно поменять в наших так сказать скажем расчетах которые проводят мы физики и математики это безусловно так и нужно и можно поменять а вот в абсолютном смысле этот принцип не работает в тождественной частиц Серж Араш и Дэвид Оенленд получили Нобелевскую премию в прошлом году в 2012 году за прямое наблюдение индивидуальных квантовых систем без нарушения их целостности то есть то что считалось раньше невозможным оказывается возможно можно наблюдать индивидуальную частичку нарушая ее целостность и так сказать утверждать именно то что эта частица та а не какая то другая именно индивидуальная частица на основании этих так сказать исследований экспериментов можно сделать вот такой вот то есть вот все вот эти три предположения которые я проявил они как раз по-моему и являются контрдоводом к утверждению что мое построение нарушает принцип тождественной частицы да я и помню что именно я об этом говорил но она как раз ваше построение принцип тождественной частиц не нарушает это же принцип тождественной частицы сам по себе а ваше постоянное само по себе нет ну вот частицы которые идут между атомами вот она мы же ее не можем наблюдать это та же самая частица или это просто как бы в одном атоме одна поглотилась а другом новая родница а какая разница в этом смысле И в этом смысле идет разговор, в принципе, не о чем сейчас. Ну, когда жанец никакой нет. И точно так же, с системой невозможно наблюдать отдельно, есть и всякое наблюдение, когда частица взаимодействует с каким-то атомом. А взаимодействие с атомом меняет свое состояние, перестает быть этой частицей. Меняется свое состояние, да, меняется. Ну и что, она остается той же самой частицей? Ну да. А как мы определяем, что она та же самая? Мы можем определить это только исходя из того, что она имеет какое-то состояние. Потому что ей не важно, что она, что она себя представляет. У нее некой собственной индивидуальности нет. Нет, ну просто, если мы можем наблюдать индивидуальные частицы, тогда твое, твое дополнение связано с тем, что между двумя атомами мы не можем наблюдать, как движется фотон, она опускается. Потому что, получается, мы можем это каким-то образом наблюдать. То есть такая система, как фотон между двумя атомами, фактически, как бы наблюдается. Неизвестно каким образом. И либо мы не можем наблюдать, или это существование системы. Если позвольте, мысленный эксперимент для начала. Значит, о темпоральности, о атомпоральности говорилось, что вот, о фотоне будем говорить, что он присутствует в некоторое время в некоторой точке, а потом через некоторое время в другой точке он же. А где промежуток никакую перегородку не пересекает, то есть не находится нигде. Вот мысленный эксперимент состоит в том, что вы зафиксировав, вы бы им исходить из того, что они идентичны. Вот эту разницу для каждого фотона, мы ее сейчас отвергаем. Потому что есть эта разница, кроме спина, что еще можно? Ну, кроме массовой энергии фотона. А что еще можно? Если вы ничем больше его отличить не можете, значит, об индивидуальности пока говорить, видимо, не стоит. Будем считать, что они все идентичны для начала. Это означает, что, скажем, приблизив с помощью специального микрометра это зеркало, то, о чем вы говорили, ну или атом, или самокупность атомов. На некоторое расстояние мы снова определим или не определим, если он попадает в некоторую дискретность времени или вот отемпоральность. Еще приблизим и так далее. Таким образом определим, в конце концов, где тот промежуток, где действительно ничего определить нельзя. Но ясно совершенно, что и промежутки очень малы, и времена тоже бесконечно... То есть, ну, очень... Гораздо-гораздо меньше. То есть, другой вопрос, можем ли мы измерить эти времена. То есть, теоретически, помните, из первого взрыва атома было определено, что время дискретное, и там что-то, по-моему, 10-32, что ли, дискретность для времени, теоретически объяснено. Вот я говорил о Корнельском этом, Корнельский университет, два физика определили, что это время порядка 50 наносекунд, но это большое время. И они считают, что это не биение, не что-нибудь, а это просто дискретность времени. Вот они ее так получили. Ну вот, если оно такого порядка, то, значит, когда вы приближаетесь на расстояние, на расстояние, время переведенное на расстояние со скоростью излучения, скажем, приблизились на нужное расстояние, вы действительно ничего не получаете. Да. Ну вот это и надо проделать. С моей точки. А что касается электрона, то, понятно, вы приближаетесь, приближаетесь, все время получаете отзыв. Потому что у него масса не равная нулю, и он реально существует, и все время будете получать один и тот же отклик этого зеркала, или то, что отражает зеркало. То есть эксперимент вполне осуществлен. Спасибо. А по поводу еще от импоральности, вот хотел заметить, что на самом деле ваш принцип, когда частица во времени как бы исчезает, а потом появляется, на самом деле есть не что иное, как бесконечная скорость. Бесконечная скорость движения. Ну да, тогда надо признавать бесконечную скорость. Да, у вас получается, что как бы возникает такая вот странная вещь. Стоит, потом тут возникла бесконечная скорость в другом месте. Да. Почему именно в этом месте, тоже непонятно, что ее туда влечит. Нет, получается, что пространственное расстояние мгновенно преодолевается. Да, да. Вот если бы была какая-то бесконечная скорость, тогда вот мы имеем два волновых пакета одной частицы, она создает два волновых пакета, между ними какое-то пространство есть. Одна и та же частица. Эти волновые пакеты могут двигаться в одну сторону, в другую, относительно друг друга, иметь какую-то скорость относительно друг друга. На это все одна и та же частица создает эти волновые пакеты. Если бы была бесконечная скорость, то была бы какая-то вероятность ее обнаружить вот здесь. Хоть какая-то вероятность была. Но поскольку вероятность совершенно нулевая, ее обнаружить в промежуточной области... Если скорость бесконечная, то моя вероятность почти нулевая. Хорошо, вероятность почти нулевая. Если скорость бесконечная. Тогда непонятно, как частица, какая энергия нужна для того, чтобы она достигла этой скорости, во-первых. Нет, на полу. Так дело же не в этом. Второе. Одну минутку можно я закончу? Первое, значит, энергия непонятна. Второе, она же мгновенно меняет направление своего движения. Это непонятно, как это возможно. Так это же вам возражение. Вы сами себе высказываете возражение. Если представить движение с бесконечной скоростью... Скачки. Скачки во времени, это и есть движение с бесконечной скоростью. А если представить телепортацию объектов... Телепортация, это и есть бесконечная скорость движения. Нет. Мгновенно, то же это... Это есть исчезновение в одной точке возникновения. Правильно, так это с точки зрения пространственного движения, обычного понимания, это и есть бесконечная скорость движения. Нет, это бесконечная скорость. Ну как, ну что такое бесконечная скорость? Бесконечной скорости мы не можем говорить в данном случае. Потому что о бесконечной скорости можно говорить только в том случае, если... Расстояние... Если частица двигается по сплошной траектории, вот здесь частица и здесь частица, она двигается по сплошной траектории. Да, допустим, гипотетически это бесконечная скорость, но это должна быть сплошная траектория. Почему? Какая-то траектория в любом? Если, может, частица может не является точкой. Два варианта возможно, когда может быть о бесконечной скорости. Понимаете, подождите, подождите, с точки зрения физики нам не существенно, какой конкретно путь она проделает. Важно, что она преодолевает это расстояние каким-то образом за какое-то время. Да, вот это совершенно справедливо сказать. Да, дело в том, что вот если о бесконечной скорости мы могли говорить только в том случае, если частица двигалась бы по сплошной траектории. Вот в этом... Почему? Как-то она преодолевает время ноль, а расстояние преодолено. Значит, бесконечная скорость просто чисто математически. Да, но у нее, понимаешь, плат, она не... Ни нейтрированная пространство делала не происходит. Здесь происходит... Да никакое... На решетке, на решетке. Если бы... Второй же никакой не... Поэтому ты предел вот такой высший, который dx по dt, а чтобы получить бесконечную скорость, потому что dt у тебя равно нулю, ты его выполнить не можешь, потому что у тебя dt всегда конечна. Пределов нет. Что-то я не понимаю. Ну, фактически, вот берем элементарную там механику просто, да. Вот есть расстояние какое-то S. Скорость у тебя... Какое-то S. Время ноль. У нас есть, подожди, у нас есть деление S на ноль, да. Некая неопределенность, да. То, что или иначе говоря, вот это бесконечная скорость какая-то. Просто чисто по определению того, что такое скорость. То есть, частицы преодолевают вот это расстояние с какой-то бесконечной скоростью. Ну, вот здесь... Формально. У них все дело на решетке, поэтому скорость как... Еще раз, подождите. Я не обсуждаю механизм. Я говорю, что... Сейчас важную данную. Не механизм, а смысл. Смысл скачка означает, с другой стороны, бесконечную скорость преодолевания этого расстояния. Есть некое расстояние, которое преодолевается мгновенно. Это и есть некая бесконечная скорость. А так как от Evolution это механика, и понятно, что скорость ограничена, то как это вот будет с релятивистыми представлением таким. Но есть точки зрения, о бесконечной скорости можно было говорить все-таки, когда есть какое-то сплошное перемещение без исчезновения. Подождите, ну, сплошное перемещение — это механизм перемещения. Не важно как она перемещается. Она как угодно перемещается. Тунилирует там, она там прыгает, там возникает, исчезает. Важно, что сам факт, что она существует с бесконечной скоростью. Она конечное и какое-то конкретное расстояние преодолевает во времени которой ноль. мгновенно. О бесконечной скорости можно было говорить в том случае, если бы, во-первых, сплошная траектория, во-вторых, если бы она на какое-то время куда-то бы исчезала в пространстве. Тогда можно было бы говорить о какой-то скорости. У вас же будет мгновение. Бесконечно мало мгновений исчезало. Тогда можно было еще как-то говорить, но когда мы имеем исчезновение от частицы в одной точке и возникновение в другой, совершенно то же самое мгновение между этими событиями дельта т равно 0, я не понимаю, как можно... Но расстояние преодолено в этом, значит бесконечная скорость, расстояние разделить на 1. Вот тут я с этим не согласен. Мне представляется, что в данном случае не бесконечная скорость, а 0. Скорость 0. На самом деле прямого измерения нет. Есть толкование опыта, которые могут интерпретироваться как исчезновение в одном месте и возникновение в другом. И есть возможности иного истолкования этой отемпоральности. Ну вот одно из них мы уже говорили, это дискретность времени. Если это действительно будет принято и доказано, тогда эти вопросы снимаются. И перемещение ДС по ДТ в данном случае действительно исчезает, потому что есть момент, где ДТ отсутствует вообще. И вы ничего не можете об этом сказать. Значит, надо менять парадигму, значит, движение может быть другим, а не так, как мы со школьных времен себе доказали, и ничего другого быть не может. Эдуард Ильич, вот когда Дельта Т равна 0, скорость бесконечная или нулевая все-таки? Нет, я еще раз повторяю, что если есть промежутки времени, где времени нет вообще, и брать ДС по ДТ нет смысла, потому что ДТ никого нет просто. Это одно из возможных. Именно не шутки. Ну да, это одно из возможных определений. И пока оно не будет отвергнуто, вот эта идея, или наоборот не будет подтверждена, окончательно говорить об отемпоральности. Нет, 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 нету производных, соответственно, нету непривности пространства времени, ничего этого нету, поэтому, как бы, говорили о... Непосредственно такое, непосредственно такое время, о котором выговорили. Да, нельзя, потому что она решетка. Ну да, непосредственно его измерить невозможно. Тут даже непривности нету, а не то, чтобы это... Еще о дифференцированности вообще речи не идет. Даже непривности нету. То есть такая, это вот мир на решетке, что, нормальный мир, такой бывает, придумать можно такое, но физика не так думает на свои решки. Физика работает, математическая физика работает с дифференцированными функциями. Ну и второе замечание у меня вот по поводу, когда вы переходите от микро-явлений к макро-явлений, у вас немного странно получается. У вас получается, что макро-тело перемещается с таким же исчезновением и возникновением. Нет. Ну вы бы показывали, что тело вот, как бы, движется и как бы... Я повторю, что я показываю. Ни в коем случае, нет. Это метаболическое движение по Левичу, когда Левич говорит вот что, примерно. Он говорит, что, значит, частица, когда она движется в метаболическом пространстве, она не выталкивает другую частицу, а просто занимает ее место. Вот так рассматриваю движение Левича. И я, в соответствии с этим подходом, рассуждал примерно таким образом. Да, вот есть макро-тело, которое состоит из микро-объектов. Оно занимает какое-то положение в пространстве. И для того, чтобы ему сместиться, нужно, чтобы все микро-объекты, которые составляют это тело, отемпорально, подчеркиваю, отемпорально, вне времени переместились вот куда-то сюда. Я об этом и говорю. То есть, каждый из них, они не синхронно перемещаются. Обращаю ваше внимание. Микро-объекты перемещаются не синхронно. Если бы они перемещались синхронно... А почему же они перемещаются в определенном направлении? Да. Почему центр масс перемещается в среднем, в определенном направлении? То есть, каждая частица не синхронно, как-то непонятным образом, в разных направлениях, по идее, да? Это исчезает и возникает. А все тело, центр масс перемещается в определенном направлении. Как возникает вот это вот упорядоченность движения? Вопрос мне не понятен. А это определяется таким образом. Вы помните, когда Максим Григорьевич говорил о том, что поляризуя электрон в некотором месте, вы получаете реакцию электрона в другом месте. И оказывается даже на достаточно больших расстояниях. Это означает, что если случайным образом одна из частиц пришла в движение по какому-то направлению, это моментально сказалось на всех остальных частицах. И они синхронно в тот же момент или асинхронно в каких-то пределах дельта Т будут двигаться именно в том же направлении, потому что они получили импульс. Если бы они синхронно переместились, то это была бы телепортация целого макротела. Такое тоже, вероятно, случается иногда в макромире, правда, очень редко это случается, но тем не менее бывает. Не будем сейчас говорить, это непроверенные научные факты. Но я-то говорю о другом. Я говорю о том, что каждая частица перемещается совершенно мгновенно, но не синхронно со всеми другими составляющими тела. А все тело в итоге перемещается во времени. Ну просто как бы к чему я хотел привести. Тут вопрос в следующем состоит. Получается, что частица исчезает и возникает. И можно найти, значит, масса тела должна постоянно уменьшаться или увеличиться, она должна полебаться. Потому что есть момент, когда одни частицы исчезли, и есть момент, когда другие частицы возникли. И вот всегда будет каждый момент, на самом деле, количество частиц, которые реально присутствуют в мире, будет изменяться. Совершенно верно. И масса будет тела постоянно полебаться. Так было бы, если бы частицы исчезали. Но у вас. Но они-то не исчезали. Если бы они на какое-то время исчезали в пространстве, масса бы колебалась. Но поскольку они ни на какое время в пространстве не исчезают, а перемещаются, каждая из этих частиц, перемещается совершенно абсолютно мгновенно, то в этом смысле масса не колебается. Масса остается постоянно. Мгновенно, никуда не исчезает. Не исчезает никуда. Так извините, а кто задает это направление, вектор этого движения? С моей точки зрения, упорядочивают все эти цепочки. То есть одна частица является каким-то из той первой структуры? Упорядочивают все эти цепочки, с моей точки зрения, Господь. Кто-кто? Господь. Но это уже зря, конечно. Поскольку, с моей точки зрения, должен быть какой-то абсолютный фактор из разряда той самой духовной реальности, которую говорит Фалько, которая вне пространства и вне времени, которая является причиной вот такой упорядоченной перемещения в микромире. Вот я трест, поэтому немножко расходим. Но это уже вне науки, конечно. Это рассуждение вне науки. Я понял. Факт состоит в том, что у нас между микромиром и макромиром существует, вот вы сами начали докладывать, что существует существенная разница, там по-другому все работает, а получается, что переход у вас просто плавный, то есть непрерывный переход от микромира в макромир. То есть получается, что макромир – это тот же самый микромир, просто масса и объемы больше. Так совершенно верно. Не, ну, еще раз. Принцип движения. Вся проблема состоит в том, что мы, когда столкнулись с такими феноменами, как микромир, да, то есть с феноменами микромира, да, мы вдруг обнаружили, что там не действуют некие наши макро-представления. А теперь, а у вас получается, что на самом деле вы, как бы после ваших рассуждений, слощетки спокойно переходите от микромира, да, от его представления в наш макромир, вот так просто непрерывно переносите. А почему бы нет? Получается синтез обоих представлений, обоих картин мира, вот этой микрофизической, макрофизической. Например, нужно допускать решательство Господа Бога, которое определяет, в каком направлении должны двигаться все частицы. Это от этой. Значит, нужно допускать, то есть, нужно некоторые допущения. Но некоторые другие допущения, ну, вот дискретность времени, я не знаю, как это приведет к переходу к макромиру, это вне моего представления, они вполне, если это, опять-таки, будет всеми принято, всеми, да, то есть, станет парадигмальным, они эту трудность снимают. Так же, как снимают трудность с потенциальной ямы, с преодолением потенциальной ямы, признание вихревого поля, в нем ничего особенного, на самом деле, нет. В нем нет той парадоксальности, о которой говорил академик Александров Евгений, вот, директор Гои, который в одном из своих высказываний заявил следующее. Ну, вы можете представить, спин – это некая величина, которая характеризует состояние частицы, материальной частицы. Теперь вот частицы нет, а спин есть. Что-то такое? На это ему можно было бы сказать, а электромагнитное поле тогда, по-вашему, не то же самое? Вот есть два заряда. Пока они покоятся, действуют по закону Кулана. Если один из них пришел в движение, или они оба осциллируют, скажем, да, они излучают электромагнитное поле. Теперь вы их накрыли непрозрачным колпаком, термоловин, скажем. А поле существует само по себе. Значит, нет этого объекта, который его излучал. Но поле в бесконечность распространяется само по себе. Так и здесь тоже. Если частица пришла в движение, а все частицы вращаются на пространстве, то есть тот или иной спин частица имеет, это значит, что на пространство вокруг себя определенным образом изменяет. И если вы туда поместили другую частицу, ее спин прореагирует на это. Потому что он либо изменит направление, либо его скорость увеличится. Все частицы реагируют на эти изменения поля. Так же, как заряд реагирует на изменения электромагнитного поля. Вот вы пермолоем закрыли, дипой, а здесь у вас где-то заряд, он прореагирует на поле, которое до него дошло. И источника давно уже нет. Сказалось, так просто. Ну ладно, это так, в порядке отличается. Все?